Здравствуйте, это новости на RTVI, в студии в Нью-Йорке Валерий Кипелов. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях, которые происходят сейчас в мире. Вначале коротко о главном. Неспортивное поведение. Минюсты США и Швейцарии раскрыли самый масштабный в истории футбола коррупционный скандал, в котором замешаны чиновники FIFA. Война миров. Британские аналитики уверены, что страшнее ИГИЛа и конфликты на Ближнем Востоке — потенциальное противостояние между США и Китаем. Американский потоп. До 19 возросло количество жертв исторического наводнения в Техасе и Оклахоме. Вода начинает подступать. Эвакуация в Кёльне. В Германии почти 20 тысяч человек покинули свои дома из-за взрыва бомбы времен Второй мировой. Почти 50 пунктов обвинений, миллиарды долларов в виде взяток и позор на весь мир. Так вкратце можно описать скандал Международной федерации футбола FIFA. Масштабное расследование проводилось под руководством Министерств юстиции США и Швейцарии. Всего по этому делу проходят 14 чиновников FIFA, которых подозревают в получении взяток в ходе выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу. В том числе России в 2018 году и Катара в 2020. В Москве уже заявили, что дело имеет политическую подоплеку. Так ли это, мы выясним у моего коллеги Евгения Маслова, который следит за развитием событий. Женя, добрый день. Слушаем. Женя. Валера, приветствую. Генеральный прокурор США Ларьета Линч сегодня в Нью-Йорке подробно объяснила журналистам суть обвинений в связи с коррупционным скандалом Международной федерации футбола. Предъявление обвинений целому ряду высокопоставленных чиновников FIFA стало результатом расследования продолжавшегося 20 лет. Основные наиболее яркие моменты этого дела – то, что обвинения предъявлены 14 чиновникам FIFA. Шесть из них арестованы в Цюрихе. Американская прокуратура утверждает, что за 20 лет общий объем взяток в FIFA составил 10 миллиардов долларов. Обвинения предъявлены в общей сложности по 47 пунктам. И главный из них – это мошенничество, отмывание денег и рэкет. Речь идет в том числе о подкупе во время определения места проведения чемпионата мира по футболу. Но, насколько известно, пока на чемпионате мира 2018 года в России это не отразится. А обвинения, в частности, касаются голосования за место проведения чемпионата мира 2010 года, который в итоге проводился в ЮАР. Обыски в рамках этого дела были проведены сегодня во Флориде, в штаб-квартире североамериканского отделения FIFA. Вообще, огромное количество махинаций осуществлялись через американские банки. И, по словам Ларетты Линч, коррупционеры не только нарушили американские законы, но и нанесли значительный вред финансовой системе Соединенных Штатов. 14 человек, которым предъявлено обвинения, и среди которых высокопоставленные должностные лица FIFA, а также руководство региональных отделений комитета, были замешаны в махинациях. Речь идет о миллионах долларов, взяток и откатов за право освещения международных соревнований. Начиная с 1991 года, коррупции были подвержены два поколения чиновников FIFA. Американская прокуратура очень серьезно взялась за FIFA, и это, разумеется, вызвало множество вопросов. И в первую очередь в России, где должен состояться следующий чемпионат мира 2018 года. Российский МИД высказался в том смысле, что США занимаются не своим делом, и призвал Вашингтон, цитата, прекратить попытки вершить суд за пределами своих границ по своим правовым нормам, исследовать общепринятым международным правовым процедурам. Хотя этим же делом, кстати, параллельно США занимается еще и Швейцария. В целом, в Москве эту историю восприняли как очередной выпад Запада против России, с тем, чтобы попытаться отменить чемпионат мира 2018 года. Даже в российском антикоррупционном комитете, где, казалось бы, борьбе с коррупцией должны быть рады, не исключили, что аресты сотрудников FIFA – это провокация. Сегодня в западной прессе появились сообщения, что в рамках расследования дела о махинациях FIFA допросит и министра спорта России Виталия Мутко. Сам он позже опроверг эту информацию. Среди задержанных, в том числе, глава Федерации североамериканского футбола Джеффри Уэя, президент Южноамериканской федерации футбола Фигуэ Редо, а также член комитета FIFA из Бразилии Жозе Марио Марино. Среди обвиняемых один из бывших руководителей FIFA, но имя действующего президента Федерации Йозефа Блаттера не упоминается. К нему претензий пока нет. А примечательно, Валера, что скандал разразился буквально за несколько дней до выборов нового главы FIFA, которые должны состояться в эту пятницу, но их перенос или отмена не планируется. Валера. Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Маслов о разразившемся скандале в мире футбола. Российские медики поставили диагноз госпитализированному накануне политику и журналисту Владимиру Карамурзе-младшему. Как рассказал радиостанция «Эхо Москвы» Владимир Карамурза-старший, у сына диагностирована острая почечная недостаточность. Причина обнаруженной интоксикации пока неизвестна. Ранее Карамурза-старший опроверг информацию о том, что Владимир впал в кому, о чем успел сообщить телеканал Life News. Медики оценивают состояние журналиста как тяжелое, но его жизни, к счастью, ничто не угрожает. Владимир Карамурза-младший до 2012 года работал корреспондентом РТВА в Вашингтоне. Сегодня он член Российской оппозиционной партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность». Он также является координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Добавлю, что всего три дня назад, 24 мая, «Открытая Россия» публиковала скандальный фильм о главе Чечни Рамзане Кадырове, его связях с президентом Путиным и особых порядках, установленных в Чеченской республике. Американская пресса сегодня обсуждает публикацию известного журналиста Джоша Рогина. Он утверждает, что нашел причину загадочного исчезновения тела российских солдат, погибших в боях в Украине. В такое трудно поверить. Если информация, распространенная журналистом агентства Bloomberg, подтвердится, то последствия могут быть самыми печальными. Джош Рогин, корреспондент авторитетного американского информагентства со ссылкой на вернувшихся из Украины конгрессменов США, утверждает, «Москва направляет в Донбасс мобильные крематории, в которых сжигаются тела погибших российских военных». Задача Кремля, по словам журналиста, скрыть само присутствие в Донецкой и Луганской областях подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. С самого начала конфликта в Украине Кремль, напомним, систематически отрицает свою причастность к противостоянию на юго-востоке страны. Москва отреагировала. Заявление сделал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Я, честно говоря, сомневаюсь в достоверности этих заявлений. Подобные утверждения, конечно, вызывают сомнения в адекватности тех, кто их опубликовал. Я уже не говорю о тех, кто их потенциально мог сделать. Минские соглашения трещат по швам. В районе Широкино, в пригороде Мариуполя, идут бои с применением крупнокалиберных вооружений, тех самых орудий, которые, согласно подписанным в столице Беларуси документам, должны находиться за 50 километров от линии соприкосновения. Корреспондент «Радио Свобода» побывал в Широкино, где бойцы украинского добровольческого батальона «Донбасс» отбиваются от усиленных артобстрелов. В распоряжении батальона автоматы и противотанковые гранатометы, допустимые по условиям мирного плана. Правда, с мелкой амуницией, боеприпасами – перебои. В прошлую ротацию просили, у нас БК заканчивается, подвезите. Они сказали, у нас сейчас нет боевых действий. Да, елки-палки. Ну как нет? Я говорил, приедьте сюда, посидите, посмотрите, что здесь на самом деле происходит. Держись, дай! В боях под Широкино сегодня погиб один боец батальона. Еще один серьезно ранен шрапнелью в ногу. Он госпитализирован. Медики опасаются, что без протеза тут не обойдется. Стреляют и в Донецке. Правда, это скорее учение. Сепаратисты организовали и провели боевые соревнования. 50 представителей так называемой ДНР стреляют по мишеням, вызывающим особое зверение и прилив столь необходимого в военных условиях адреналина. Это фотографии украинских лидеров и военных. В первую очередь, для чего это нужны соревнования, так как, кажется, понимаем, что стрельба-то есть сейчас в боевой военной подготовке наших военных подразделений, которые, в принципе, необходимо держать в тонусе и проверить боевую готовность наших вооруженных формирований. Поэтому, в принципе, и глава инсценировал проведение этого турнира. Вот и я думаю, что они будут у нас традиционными. Самыми меткими оказались личные охранники главы и самопровозглашенные ДНР Александра Захарченко, которых он пообещал наградить лично. Наибольшую опасность для современного мира представляет потенциальный конфликт между Китаем и США. По крайней мере, в этом уверен автор статьи британской газеты «Индепендент». По его мнению, противостояние между Вашингтоном и Пекином сейчас сосредоточено в Южно-Китайском море. А точнее, в районе архипелага Спратли, где Китай ведет масштабные строительные работы, создавая искусственные острова, фортификационные сооружения и взлетные полосы, по сути, превращая несколько пустынных островков в неприступную крепость. Параллельно, власти Поднебесной обнародовали новую военную стратегию, которая вместо оборонительной больше походит на наступательную. Новую геополитическую реальность обсудим с обозревателем артвей Марией Гордон. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Валерий. После марша китайских войск по Красной площади такая мысль напрашивается. Однако, здесь идет речь о Китае и о его давно назревшем желании встать с колен, которое, конечно, сродни российскому. Это прослеживается в новой стратегической доктрине, обнародованной Пекином накануне. Так называемый «Белый документ» – первый подробный проект Китайской Народной Республики с 1998 года. И в нем много говорится о том, что Китай против гегемонии и экспансии, и за оборону, и безопасность. Но защита китайских интересов в Южно-Китайском море там прописана особо и очень подробно. Согласно китайской точке зрения, вся акватория моря должна быть под контролем Поднебесной. И это включает важный в отношении торговых путей и рыбной ловли архипелаг Спратли. Именно здесь сейчас строится гигантский форт. Разрешение у соседей на возведение всякого рода сооружений Китай не спрашивал. Брунеи, Филиппины, Малайзия и Тайвань возмутились. Некоторые из перечисленных стран географически находятся ближе к Спратли. Накануне Министерство иностранных дел Китая обратилась к филиппинам с просьбой не беспокоиться. Я хочу дружески напомнить филиппинской стороне, что Китай никогда не будет запугивать маленькую страну. Но и маленькой стране надо подумать о том, что нельзя создавать проблемы бесконечно. История идет вперед. И мы надеемся, что филиппины прекратят провокации и вернутся на путь переговоров. Китай, собственно говоря, недоволен тем, что маленькая страна обратилась за помощью к очень большой, то есть к Америке, с которой филиппины связывают союзнические отношения. Манила пожаловалась на ущемление интересов и свободы навигации в регионе. В ответ госсекретарь США Джон Кэрри, который недавно побывал в Пекине, попросил китайскую сторону соблюдать сдержанность. А Пентагон отправил в спорный район военный самолет-разведчик, чтобы удостовериться в масштабе строительства. Китай возмутился и послал американцам 8 предупреждений, но миссия была завершена. США также сообщили о намерениях отправить военные корабли в территориальные воды в районе строящейся военной базы. Ведь понятно, что как только в 1300 километрах к югу от территории Китая возникнет военная база, будет сразу понятно, кому эти воды принадлежат. В этой связи президент Тайваня Май Индзю осторожно предложил пока законсервировать вопрос и вернуться к нему позже. Однако голос Тайваня не был услышан. Китай до сих пор считает его своей отбившейся от рук провинции и вовсе не собирается с ним считаться. И здесь может возникнуть самое страшное противоречие. Если конфликт распространится на Тайвань и остров обратится к Вашингтону с просьбой о помощи, что сделает Вашингтон? Издание «Индепендент» цитирует китайскую газету, близкую к правящей коммунистической партии, которая назвала строительство искусственных островов на Спратле самыми важными интересами Китая. А вот если США воспрепятствуют этому строительству, то тогда в Южно-Китайском море неизбежна китайско-американская война. Это высказывание может оставаться на совести китайских коммунистов. Но американские корабли в регионе могут встать перед пугающим выбором. Что делать с военной базой, которая строится китайскими, то есть сумасшедшими темпами, у них на глазах? Блокировать подвоз людей и оборудование? Или попросту смести стройку ударом сверху, как предлагают совсем потерявшие связь с действительностью вашингтонские ястребы? Кризис вокруг Спратли, по мнению аналитиков, это вовсе не борьба за сферы влияния. Они видят в этом вакуум, который оставили США, отступая с передовых позиций на международной арене. Президент Америки, которого противники воспринимают как слабака, дает возможность региональным державам подчинять себе более слабых соседей. И это верно как для Китая, так и для России. Ведь агрессор уверен в том, что Вашингтон не будет топать ногой. Валерий. Спасибо, Мария. Это был комментарий моей коллеги Марии Гордон. Это новости на канале RTVI. Далее в эфире. Американский потоп. До 19 возросло количество жертв исторического наводнения в Техасе и Оклахоме. Вода начинает отступать. И эвакуация в Кёльне. В Германии почти 20 тысяч человек покинули свои дома из-за взрыва бомбы времен Второй мировой. Все это через пару минут на канале RTVI. Никуда не переключайтесь. Продолжение следует...